Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. Сегодня хочу с вами обсудить тему, сколько же живут сперматозоиды. Действительно, вопрос очень важный, важный для многих мужчин, которые... Да, то есть данный вопрос очень часто задают люди, которые планируют беременность, и наоборот, люди, которые не планируют беременность. И так случилось, что произошёл незащищённый половой контакт. Давайте сегодня будем разбираться, действительно ли, сколько живут сперматозоиды, сколько они способны к оплодотворению. Поэтому обязательно смотрите это видео. Мне интересно знать ваше мнение, поэтому обязательно делитесь в комментариях. И в следующих видео мы обязательно будем разбираться и отвечать на самые интересующие вас вопросы. Ну что, дорогие мои, действительно сперматозоиды, да, уникальные клетки, уникальные. И всё-таки клетки созданы для того, чтобы женщина забеременела. То есть несут генетический материал от мужчины к женщине, да, для того, чтобы сформировался эмбрион. Это, друзья мои, очень важно. Поэтому, безусловно, только со сперматозоидами женщина может забеременеть. И многих этот вопрос волнует именно с точки зрения, а вообще как сделать, чтобы женщина забеременела, или наоборот, женщина не забеременела. И, безусловно, давайте сегодня будем обсуждать, с чем же вообще это может быть связано. Да, безусловно, у всех мужчин, то есть вот сколько мы возьмём, допустим, спермограмм, да, на исследование, у всех будет абсолютно разное количество жизни сперматозоидов, да, и продолжительность жизни сперматозоидов. То есть у всех из вас будет абсолютно разное, я вам это гарантирую. То есть это зависит и от природных факторов, это зависит от стрессов, это зависит от иммунитета, это зависит от воспалительных заболеваний, да, от воспалительных заболеваний органов малого таза. Поэтому действительно, и однажды мы проводили в университете интересное исследование, то есть всех молодых людей, кто учился на тот момент на старших курсах, проходили, да, акушерскую гинекологию, кто из них согласился, у них взяли спермограмму на большое хорошее обследование. То есть взяли сперму, начали её обследовать. Действительно смотрели на жизнеспособность сперматозоидов, на подвижность сперматозоидов, то есть на все те критерии, которые мы обычно оцениваем, да, то есть вот эти все критерии мы просматривали. Друзья мои, и статистика была очень и очень плачевная. То есть из всей массы 100% студентов, которые сдали спермограмму, практически 55-60% уже без помощи врача при желании не смогли бы зачать ребёнка, да, то есть оплодотворить женщину. То есть действительно сперматозоиды были уже недостаточно хорошие. У кого-то была плохая форма, у кого-то была плохая подвижность, у кого-то была плохая живучесть, да. То есть безусловно у всех были абсолютно разные проблемы, да. Но одна большая глобальная проблема была в том, что беременность бы не случилась у данного партнёра, да. И этот факт меня безусловно, причём это исследование мы проводили достаточно давно, примерно года, наверное, лет 5-6 назад, то есть достаточно давно, и уже была вот такая печальная статистика. Поэтому, друзья мои, вот статистика меня просто разочаровывает. Действительно, это очень много зависит от того, что мужчины мало двигаются, много сидят, неправильное питание. Вы сейчас скажете экология, экология безусловно, стрессы. То есть безусловно жизнь непростая, и каждый день мы с вами это на себе видим, да. Поэтому в норме, в норме сперматозоиды живут от 3 до 7 суток. Почему это важно знать? Потому что даже если вы не планируете беременность, ну, у вас случился половой контакт без предохранения, да, без контрацептива, то, безусловно, беременность наступить может, да. Беременность наступить может, ещё раз вам повторю, может. И, соответственно, если вам кажется, ой, что это не средина цикла, ой, это и не овуляция, да, то это ничего об этом вообще мы не говорим. То есть беременность наступить может, и обычно наступает. То есть, да, 7 дней у кого-то живут сперматозоиды, и бывает даже у мужчин, которым за 40 далеко лет действительно очень живучие, хорошие сперматозоиды, если особенно мужчина следит за своим здоровьем. Поэтому вот здесь будьте аккуратнее. И если у вас случается половой акт, там, в дне овуляции, это особо опасное время. Но и стоит помнить про то, что некоторые живут и 7 суток. Это практически неделю, да, то есть неделю назад был половой контакт, а только сейчас наступила овуляция, и беременность наступить может. Друзья мои, ещё раз подчеркну, может. Поэтому на это обращайте внимание. И всё-таки, если вы не планируете беременность, то будьте аккуратнее. А если вы беременность планируете, то на этом тоже делайте акцент, потому что эти сперматозоиды тоже очень хорошие, очень активные. И, соответственно, прошу прощения, вы благодаря ним можете забеременеть. Поэтому как увеличить продолжительность жизни сперматозоидов? Это, безусловно, избавиться от вредных привычек, это избавиться от различных воспалительных заболеваний, то есть обязательно пролечиться. Если у вас есть какие-то боли, кровенистые выделения, какие-то вообще выделения непонятные из полового члена, да, зуд, жжение, то есть вы чувствуете дискомфорт, это уже повод обратиться к врачу для того, чтобы обследоваться и исключить риск воспалительных заболеваний. Потому что именно в этом случае может это всё влиять и на сами сперматозоиды, и тем более на продолжительность их жизни. Потому что именно часто приходят мужчины и говорят, я хочу увеличить жизнеспособность своих сперматозоидов. Поэтому вот на это, пожалуйста, обратите ваше внимание. То есть правильное питание и избавление от вредных привычек. Обязательно любые физические упражнения, это тоже всё влияет, как бы вы ни думали. И, соответственно, правильный образ жизни, то есть физическая активность, это те моменты, на которые крайне рекомендую обратить внимание, для того, чтобы жизнеспособность ваших сперматозоидов, а главное их качество, если вы планируете беременность, улучшилась во многое количество раз. Друзья мои, если у вас есть вопросы, вы хотите поделиться вашим мнением, обязательно пишите в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю всем здоровья, прекрасного настроения и до новых встреч. Пока-пока.